Здравствуйте! С вами видео неделя национального пресс-центра и я Юлия Кобиц. За первое полугодие 2013 года индекс промышленного производства составил 95,2%. Первый заместитель председателя концерна Беллигпром Сергей Мисурагин отметил, что сальдо внешней торговли составило более 100 миллиардов рублей. Что касается рентабельности продаж, то по группе предприятий, так называемых государственных, из госдоли свыше 50%, данный показатель составил 6,2%, в целом по концерну более 10%. При этом наблюдается прирост экспортных поставок. К уровню прошлого года мы приросли на 10,5%. От бизнеса обществу. Таким названием Coca-Cola Beverage из Белоруссии представила свой юбилейный выпуск отчета социальной ответственности бизнеса. У нас есть такие проекты, как «Спасем ельню вместе», который уже шестой год реализуется, и активное участие принимают наши сотрудники. Это «Туровский луг», «Чистые истоки Ислыча», «Стокгольмский юниорский водный конкурс», поддержка его в Республике Беларусь и так далее. Митинг памяти белорусского танкиста Зиновия Колобанова пройдет 19 августа на Чижовском кладбище. Об этом проинформировал председатель Республиканского общественного объединения Белорусский союз офицеров генерал-лейтенант в отставке Евгений Васильевич Микульчик. Акция, посвященная воинам-танкистам, олицетворением которой подвиг танковой роты Зиновия Колобанова, это начало нашей работы, вклада в выполнение указа президента номер 230. Это реальное воплощение в жизнь в нашем государстве. Ничто не забыто и никто не забыт. Присутствую на конференциях, съездах, других мероприятиях стран СНГ. Не чувствуешь работы по патриотическому испытанию населения. Объем промышленного производства архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2013 года составил 104%. Темп роста 110%. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Нечкасов. Строительный комплекс работает устойчиво. Те проблемы, которые связаны с долгостроями, они достаточно детально анализируются и проанализированы уже с участием областполкомов комиссии, которая образована по поручению президента Республики Беларусь в администрации президента. Областполкомы отчитались о перечне жилых домов, которые они строят с превышением нормативных сроков. Им поставлена задача главы государства и комиссии по завершению строительства этих домов в 2013 году. За январь-май 2013 года доля инвестиций в основной капитал валового внутренней продукции составила около 30%, что в целом, по словам заместителя министра экономики Республики Беларусь Александра Ирошенко, положительно характеризует инвестиционный климат в Республике Беларусь. Как положительный момент мы можем для себя подчеркнуть, что это как раз показатель того, что деньги не вывозятся из страны, что условия для инвестирования созданы хорошие в Республике Беларусь, и инвестор заинтересован их оставить для развития страны, ну скажем так, не своей страны происхождения, а стране, где он сейчас работает. И это показатель как раз с этой точки зрения весьма положительно характеризует наш инвестиционный климат. 26% от общего числа пожаров на объектах агропромышленного комплекса в 2013 году приходится на места, связанные с уборкой, переработкой и хранением урожая. Об этом сообщил первый заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Коновальчик. 43 пожара на объектах АПК произошло по причинам, связанных с человеческим фактором. Это неосторожное обращение с огнем, детская шалость, поджоги, нарушение правил эксплуатации технологического оборудования, требования безопасности при производстве огневых работ. 88% возникновению и развитию пожаров способствует позднее обнаружение, отсутствие сторожевой охраны, и неграниченный доступ на объектах посторонних лиц. На этом наше видео неделя завершается. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Всего вам самого доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!